Всем привет! Меня зовут Никита, я друг мистера Кокошки. Последние несколько лет я увлекаюсь таким интересным направлением, как настольные игры. Настольные игры для многих из вас обычно ограничены шахматами, шашками. Кто-то знает монополию или менеджера, кто-то в детстве играл в такие игры, в которых ты кидал кубик и передвигался вперед или назад, в зависимости от того, везло тебе или нет. Но в последнее время настольные игры очень сильно революционировали, и сейчас в Европе и в Америке в настольные игры играют практически все, от молодежи, которая хочет как-то разнообразить свое время, до и родителей с детьми, которые хотят внести что-то новое в семейный досуг. Давно мы с мистером Кокошки разожили несколько партий в Манчкин, и он решил, что такую замечательную вещь, как настолки, нужно донести до всех посетителей его бара. Поэтому теперь мы решили превратить четверги в игровые вечера, на которых буду присутствовать я. Я буду вам рассказывать про новые игры, учить вас играть, и, собственно, попытаюсь ввести вас в мир увлекательный, мир настольных игр. И одна из игр, о которых я хочу вам рассказать в первый раз, это Dixit. Dixit — это гид 2008 года, игра, которая получила широкую известность по всему миру благодаря трем вещам. Первый — это замечательные, большие, красивые карточки с восхитительными иллюстрациями. Второй — это очень простые, очень легко доступные и понятные правила. И третий — это такой незамысловатый, но потрясающий геймплей, который повторяется много раз, реиграбелен и увлекает людей абсолютно разных. В чем суть игры? Как мы видим, здесь много разных, больших, красивых карточек. Игроки получают наборы шести карт, и в каждом раунде объявляется один ведущий. Ведущий загадывает любую ассоциацию на любую из своих выбранных карточек. Это может быть что угодно, это может быть слово, это может быть какая-то цитата, песня, стихотворение, можно встать и промычать, показать пантомину. То есть вы ограничены абсолютно только вашей фантазией. После чего карточки перемешиваются и выкладываются в открытую. Теперь цель участников — отгадать, какую карточку загадал ведущий. Цель ведущего — загадать карточку так, чтобы ее угадал хотя бы кто-нибудь, но при этом не угадали все, потому что если угадают все или не угадает никто, ведущий и ведущий ничего, никаких очков не получают. И именно это дает игрокам и ведущему волю для фантазии, позволяет раскрыть игру в целом за счет таких хитрых, замысловатых ассоциаций, которые должны быть непростыми и несложными. И грань между этой простотой и сложностью найти всегда очень сложно. Вторая игра, про которую я хочу вам рассказать сегодня, — это игра под названием «Саботер». В этой игре игроки переносятся в некие подземелья и становятся гномами. Гномы бывают разные, бывают гномы хорошие, бывают плохие. В этой игре используется некий элемент мафии. В начале игры игроки получают скрытые карточки с ролями, и, соответственно, никто изначально не знает, кто в какой команде находится. Как происходит игра? После того, как игроки получили свои роли, мы видим на поле начало, это старт, то есть вход в подземелье, и три карточки окончания. В одной из них находится золото, а в двух других — просто камни. Цель игроков — гномов, соответственно, добраться до золота. Цель игроков — саботеров — помешать всеми мыслями и немыслими способами гномам дарыть этот туннель. В ходе игры игроки будут выкладывать различные карточки. Это могут быть карточки дорог. Карточки дорог бывают и перекрестками, и поворотами. Также можно найти вот такие вот замечательные тупики. То есть воля... Кроме этого, игроки могут пакостить друг другу и другими способами, например, ломая различные инструменты, или взрывая участки, уже построенные другими игроками. Зачем сюда, зачем сюда, зачем сюда, зачем сюда строишь, туда не надо. Это вся вот эта вот замечательная игра, атмосфера непонятности и хаоса. Субтитры создавал DimaTorzok